Одна из аудиторий здания Пермского аграрного технологического университета – вторая половина дня. Лекции завершаются, начинается другая жизнь. Будущие медики, аграрии, экономисты, учителя собираются на творческие тусовки. Сегодня их усилия направлены на подготовку к патриотической акции «Десант при Камье». Это серия концертов для жителей отдаленных сел и деревень региона. У нас начались очень усердные репетиции. Мы готовим концертную программу. Мы приходим с хорошим настроением на репетиции и сразу же начинается активная работа. И в скором времени пермяки и жители деревень и сел увидят наши старания и труды. Уже в марте ребята отправятся в благотворительный тур, а после начнется подготовка к летнему сезону. После сессии студенты разъезжаются по всей стране, работают на стройках, в детских лагерях, обслуживающим персоналом в отелях, проводниками в поездах дальнего следования. За пять лет я и съездил в город Мирный, в Плесецкий космодром нам показывали стартовую площадку, и в Екатеринбург, Барнаул. Посетил, я считал, даже посетил более где-то 15 городов России. Эта деятельность совсем не мешает учебе, только наоборот дополняет, настраивает, дополнительные силы, энергия приобретается, много знакомств, общение круг увеличивается. То есть даже жизнь становится веселее и интереснее. У нас здесь нет профессиональных танцоров, профессиональных спортсменов, профессиональных людей, каких-то профессионалов. Они здесь все одинаковые, они хорошо подкованы профессионально, они хорошо подкованы идеологически и морально устойчивы, потому что действительно условия на объектах разные. Стать одним из бойцов, а именно так себя называют участники организации, российские студенческие отряды очень легко. Отделение студотрядовцев есть во многих вузах города. Надо просто открыть нужную дверь. Потому что это очень запоминающиеся вот эти вот годы именно, студенческие годы, их нужно проживать по максимуму и не хочется это отпускать.